Всем привет! Люди часто твердят, не поверю, пока не увижу собственными глазами. Тигр в супермаркете, автомобиль, торчащий из стены дома. Вы бы ни за что не поверили ни в это, ни во многое другое. Но, к счастью, это было заснято. Если бы я рассказал вам, что видел, как пёс рекламирует Кока-Колу, бегая с флагом этой компании по дорогам города, вы наверняка покрутили бы пальцем у виска. Но некоторым действительно посчастливилось увидеть это зрелище. На самом деле, конечно же, собака вовсе не пиарит известную компанию. Просто хозяйка, заходя в магазин, привязала своего пёсика к этому флагу. Видимо, девушка посчитала, что он надёжно закреплён. Но, как мы видим, пёс быстро сообразил, что к чему, и побежал прочь вместе с флагом. В ситуации этого парня мог оказаться каждый. И можно понять, что он зол на малого. Мальчишка мог бы попытаться выкрутиться и сказать, что он не знает, как кресло переместилось. Возможно, это телепортации. Эти кадры доказывают, красота действительно страшная сила. Мужчина так засмотрелся на девушку, что врезался прямо в светофор. О многих женщинах говорят, что когда они идут по улице, мужчины сворачивают головы. Но только у одной из них теперь есть реальные доказательства. Оказывается, тигры тоже ходят за покупками в супермаркет. Правда, вряд ли это положительно сказывается на торговле. Ведь остальные посетители явно не в восторге от такой компании. Да, кажется, и сам тигр остался недоволен ассортиментом и вскоре покинул магазин, так ничего и не купив. Представьте, что на вопрос начальника о причине опоздания на работу, вы отвечаете, на меня напала белка. Скорее всего, вы получите выговор, а возможно, даже окажетесь перед угрозой увольнения. Но все изменится, и справедливость вновь восторжествует, если на следующий день вы предоставите доказательства с камеры наблюдения. Сейчас вы поймете, что значит по-настоящему тяжелый день. Моторная лодка стала катиться сама по себе, и парню пришлось вылезти из погрузчика, чтобы ее остановить. Но пока он старался удержать лодку, покатился погрузчик. Вот что значит не везет. Зато хоть охранник, следящий за происходящим через камеры наблюдения. Повеселился. Когда продавец говорит, что сегодня у него кое-что купил один баран, никто не воспринимает его слова буквально. Азри. Вот этот баран, как мы видим, упорно пытается войти в винный магазин. Но мы с вами так и не узнаем, какое вино он предпочитает, так как продавец оказался не слишком любезен. Оказывается, правило «покупатель всегда прав» не работает, когда покупатель баран. Можно бесконечно долго смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как красивая девушка занимается домашними делами. Спорим, вы засмотрелись на эту красотку и так и не поняли, что здесь не так. Теперь отмотайте назад и посмотрите более внимательно. Вы несколько раз пересмотрели видео, но так и не поняли, что подозрительного в этой блондинке. Тогда ставьте лайк под этим видео. Лишь пять процентов людей способны понять, в чем тут дело. И если вы из их числа, то напишите в комментариях, что же с ней не так. В метро ездят самые разные люди, и многие из них настоящие чудаки. А возможно перед нами будущая звезда? Не спешите смеяться с этого парня. Возможно через несколько лет билеты на его концерт будет не достать. Не знаю как вам, а мне уже давно надоели эти плоские шутки о том, как женщины водят машину. Представительницы прекрасного пола уже давно всем доказали, что могут управлять автомобилем не хуже, чем мужчины. Думаю после этого видео уже никто не будет шутить над женщиной за рулем. Зато появится масса новых анекдотов о девушках на заправках. Что бы вы подумали, если бы увидели, что за вами гонятся такие вот светящиеся человечки? Галлюцинации? Вы сходите с ума? Не паникуйте, раз это зафиксировала камера, значит это реально. А такое объяснить действительно непросто. Как этот автомобиль мог застрять в стене дома? Даже спасатели теряются в догадках. Хозяин этого автобуса поверил в потусторонние силы, когда увидел, что его транспорт исчез. И только мы с вами знаем, что произошло на самом деле. А хозяин этого автомобиля перебрал в голове всех своих недоброжелателей, гадая, кто же мог повредить его автомобиль. Вспомнил даже тех, с кем не мог поделить ведерко в песочнице. Но потом увидел эту запись с камеры наблюдения. Оказывается, акулу можно поймать голыми руками. Не верите? Только взгляните на это. Возможно, и истории барона Мюнхэузена вовсе не выдумки. Просто у него не было камеры. Похоже, этот парень тоже любит экстрим. Но вот только место для езды он выбрал не самое удачное. На этом все. Подписывайтесь на канал, и я постараюсь почаще давать вам повод улыбнуться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok